День электрической лампочки Захар Михайлюк, руководитель программы развития Академии ФК Ростов. А также юный футболист Артем Самсонов, капитан футбольного клуба Ростов 2005 года. Правильно? Да. Ничего не перепутал? Нет. Хорошо. Доброе утро. Доброго вам утра. Итак, лампочку мы пока вот тут... Про лампочку мы поговорим чуть позже. Хочется, во-первых, вас поздравить с тем, что вы выступили достойно на первенстве зимнем в Москве. За тем, что вы выступили просто успешно, потому что стали победителями в турнире Ростов 2012 «Наше будущее». Вот об этом и поговорим. Итак, Артем, скажи, пожалуйста, турнир зимний, он прошел в Москве. Участвовали такие сильные клубы, как Чертаново, ЦСКА, Динамо, Спартак. Команда твоя заняла, она поделила второе и третье место с Динамо Минск. Да, правильно? Нет. Ты вообще все не то сказала. Я чуть-чуть перепутала, но я проверяла, на самом деле, проверяла. Все, что мы здесь, здесь, все хорошо, доброе утро. Как тебе уровень соревнований? Уровень соревнований высокий. Благодаря этому турниру мы в будущем потом сможем легко играть с этими командами. То есть, когда уже будем на профессиональном уровне, нам будет легче. Благодаря этому турниру мы развиваемся. Ну, очень хороший турнир, хорошо, что нам его, ну, мы в нем участвовали. Что у вас есть возможность в нем участвовать. Артем, вот у меня такой вопрос, я всегда говорю, что я женщина, которая сильно далека от футбола, и мне сложно вот понять, вот кроме того, что там бегают 11, 11 же, да, игроков? 11 игроков по полю и гоняют там мяч. Вот ты говоришь, потом в дальнейшем мы сможем играть на профессиональном уровне. А сейчас это на каком? Ну, скажем так, это не совсем тот уровень, на котором хотелось бы. Хотелось бы выше туда уже в профессиональную футбольную лигу. Это тоже профессиональный уровень, но чуть-чуть другое это. Расскажите нам, Захар, вот о чем говорит Артем? Расшифруйте, что же сейчас за уровень, куда мы стремимся, и вообще для чего вот ребятам участие в таких турнирах? Ну, Артем, наверное, имел в виду, что сейчас мы все-таки на юношеском, на детско-юношеском уровне выступаем, и соревнования для определенных возрастных групп. А его стремление и вообще желание наших воспитанников, естественно, попасть в профессиональный футбол, и не просто профессиональный футбол, а в команду, нашу главную, футбольного клуба «Ростов». И выступать уже среди профессионалов, звезд футбола российского, и не только российского. А данное соревнование, чемпионат Москвы зимний, мы, команды нашей школы, принимают участие в нем уже второй год подряд. Это очень достаточно сильный турнир представленный, вы правильно клубы перечисляли, это там, где собраны лучшие футболисты своего возраста, как правило, они сосредоточены в этих клубах, вообще, если взять нашу страну. И, играя с ними, соперничая с ними, получая игровую практику на уровне самых сильных команд, естественно, мы растем, потому что мы убеждены, что играть нужно только с самыми сильными, и только тогда мы растем и прогрессируем, и делаем маленький шажочек каждый год, каждый из футболистов наших туда-вперед, как раз в главную нашу команду. Захар, можете ли вы сказать, что вот именно за этими ребятами оно будущее, будущее ростовской команды, будущее вообще сборной нашей страны? Конечно. На каком уровне сейчас играют вот эти ребята возраста 2003-2007 годов? Ну, уровень здесь однозначно как-то оценить очень сложно, потому что это, ну, в детско-юношском футболе самый главный в принципе результат, это сколько воспитанников каждой школы попадает в состав главной команды. Поэтому на данный момент, да, у нас есть определенные результаты, занятые места, забитые пропущенные мячи, непосредственно команда 2005 года из всех наших пяти возрастов выступила в этом году более успешно, они в групповом этапе, в первом таком раунде, они с Динамо Московским заняли второе, третье, точнее мы третье место заняли, по итогам там уже одинаковое количество очков, и разница забитых пропущенных, то есть могли даже еще выше оказаться. И из восьми проведенных матчей эта команда выиграла пять, одну ничью сыграла, и получается уступили только грандам российского футбола, таким как Спартак и Динамо. Какие они молодцы. Артем, скажи, а вот когда ты проигрываешь, точнее не ты, а вся твоя команда, что ты чувствуешь? Ну, я очень расстраиваюсь после матча, пытаюсь максимально как бы изолировать себя от всех, ну то есть погрузиться в игру, после матча просматриваю, какие были ошибки, недочеты, ну пытаюсь потом в следующих играх их исправить. Артем, а как ты собираешь ребят перед игрой? Ты что-то им говоришь конкретно? Вообще твоя вот задача капитана, она в чем выражает? Ну, поддерживать команду, всячески помогать, подсказывать на поле, то есть заряжать ее перед матчей. А как ты заряжаешь? Ну, вот мы перед матчем становимся в круг и, получается, я им даю указания, ну не указания, а как бы поддерживаю их морально. А у вас между собой дружеские отношения? Да, конечно. Ну, если бы у нас были не дружеские отношения, мы бы команды не были, потому что команда это прежде всего, ну, сжатый кулак, который работает как механизм. Артем, а вот мячик набивать, вот покажите, вы умеете вообще? Да. Я, вот мне так нравится, да дай ты мяч человеку, мне так нравится, когда это делает, но я, конечно, на это не способна и вообще нам никто это не показывает. Вот у вас сегодня выпала уникальная возможность. Метр на метр. Мячик желто-синий, футбольный клуб нашей родной, любимой Ростов. Какой? А сколько вообще футболист может раз набить мяч? Ну, у меня рекорд. Давай еще раз давай сюда попробуем. Три с половиной тысячи? В смысле, три с половиной тысячи раз ты делал вот так вот ногой и мяч ни разу не упал? Какое количество времени ушло на это? Минут сорок пять. Это правда, Захар? А еще, ну покажи, покажи еще раз, давай. Ну просто у вас мячик сдутый. Ой, да ладно, прямо вот. Ну я дома просто им играю, я не знаю, как его подкачать. А, класс. Ну, спасибо тебе большое, три с половиной тысячи раз мы рекорд выбить не будем, конечно, здесь у нас нет столько времени. Так, это мы поговорили сейчас про какой турнир? Про один? Это было зимнее первенство, которое состоялось в Москве. Я услышала, что их было два. Давайте перейдем ко второму. И очень важно для подопечных 2012 года состоялся турнир, называется «Ростов-2012. Наше будущее». Вот расскажите, Захар, что это был за турнир и как наша команда выступила? На турнире наши ребята выступили, мы оцениваем, очень достойно. Надо заметить, что это самый младший наш возраст, им всего 8 лет. Для них это был турнир один из первых таких опытов и статус международного турнира тоже один из первых таких крупных футбольных форумов. Они выступили достойно, они выиграли этот турнир. Чем мы их поздравляем, это всегда останется уже в их памяти. Это первая победа? Это одна из первых побед. Но вот на этом промежутке времени в зимний период, да, это для них хороший опыт они приобрели. А вот скажите, вот ребята, вы сказали по 8, да? Вам где-то лет по 15, правильно, в вашей команде? А вот эти малыши, они смотрят на своих старших, как вот старшие смотрят, допустим, сейчас на игроков футбольного клуба «Ростов»? Конечно. У нас, когда матчи более старших возрастов, приезжают команды из других регионов, какие-то официальные матчи первенства России, конечно, у нас маленькие приходят, болеют, переживают, тем самым берут пример, уже таким духом, так скажем, проникаются соперницы с другими командами, болеют, родители приходят. Естественно, это все есть. И тем самым вот она как раз связь между нашими командами и поколениями. Захар, вы понимаете, что футбольный клуб «Ростов» – это достояние Ростовской области, потому что настолько важны игры, которые проходят дома. Приходят болеть по 40 тысяч человек. Мы следим за каждым игроком в команде, за его судьбой, когда вдруг провожали, вот, например, провожали, когда Калачева, все, он уходил в отставку, так скажем. Вставали все, кто находился тогда на Ростов-арене. Насколько это трогательно, насколько это, знаете, как-то вот команда становится родной, действительно. И вы воспитываете тех самых ребят, которые, возможно, когда-нибудь займут вот статус вот этих игроков уже основной команды. Да. У нас, на самом деле, очень большая на нас ответственность, и мы прекрасно понимаем, какая это ответственность. И если во взрослом футболе кто-то допустил ошибку, то так или иначе ее можно исправить. Но если мы на этапе подготовки юношей допускаем большие ошибки, то потом, естественно, их уже исправить очень трудно. Поэтому мы ответственность понимаем. Мы понимаем всю ту важность, той деятельности и работы, которую мы ведем. Потому что это действительно будущее не только футбольного клуба Ростов, но и всего российского футбола. Вы знаете, когда мы приходим с близкими смотреть, как играет футбольный клуб Ростов, когда наша команда забивает гол, в наших сердцах будто бы зажигаются эти самые лампочки. Тук-тук. Электрические. И представьте, всем стадионам это такая атмосфера, все начинают скандировать. И очень много бывает светящихся огоньков. Сегодня день рождения электрической лампочки. Как вы думаете, вот где еще можно ее использовать? Я думаю, ее можно использовать как оценку зрительского интереса, когда команда забивает гол. И мне кажется, от той эмоции, бури, от восторга, она, я думаю, что без всякого подключения к чему-то зажгется. Она зажгется, либо она может лопнуть в руке. От накала страстей. От накала страстей, да, и от переизбытка эмоций. Или напомни, кто у нас сегодня был в гостях? Сегодня у нас в гостях был футбольный клуб Ростов, так мы его назовем общим словом. А именно, Захар Михайлюк, руководитель программы развития футбольного клуба Ростов, вообще в целом Академии. Артем Сапсонов, капитан футбольного клуба Ростов 2005 года. Мы желаем вам удачи, гордимся, верим и всегда ждем в гости. Желаем вам хорошего дня, хорошего настроения и болейте так, чтобы электрические лампочки зажигались аж через экран телевизора. Когда я говорю о футболе, в моем организме зажигаются миллиарды маленьких электрических лампочек. Уж так я люблю этот вид спорта. А вот кто-то, когда узнает, что он, к сожалению, банкрот, вот те самые лампочки в его организме и погасают. О банкротстве наша следующая рубрика «Юридическая грамотность». Каковы последствия процедуры банкротства? Сможет ли человек вновь обратиться за кредитом и выпустит ли его за границу? Отвечая на этот вопрос, конечно, нужно в первую очередь объяснить, что сама процедура банкротства – это не какая-то каторга или не наказание, и после того, как она закончится, никто вас за это наказывать не будет. Соответственно говоря, закон прямого указания на запрет выдачи кредита после процедуры не содержит. Есть одно правило – в течение пяти лет после того, как вы были признаны банкротом, вы обязаны указывать банку на состоявшееся ранее банкротство. Однако банк вправе вам выдать кредит, и это уже является его исключительно личным решением. Что касается иных ограничений, популярный вопрос насчет выезда за границу. Выезд за границу после банкротства не закрывается. Более того, если он был закрыт до начала банкротства, в процедуре банкротства он откроется. Здесь вступает в действие особое условие закона о банкротстве, которое гласит о том, что все принудительные процедуры взыскания долга прекращаются с момента начала процедуры банкротства. Соответственно говоря, если вам пристав закрывал выезд за границу, в момент начала процедуры выезд будет открыт. И, соответственно говоря, после того, как процедура окончится, никто заново ограничения на выезд за границу, конечно же, накладывать не будет. Поэтому здесь однозначно можно ответить на вопрос, что выезд за границу для бывшего банкрота закрыт не будет ни при каких обстоятельствах. Бюро списания долгов номер один. Звоните 207 07 77. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...